Здравия всем желаю! Ну вот такая вот тема есть еще. Собравший 1 миллион подписей профсоюз пообещал протесты из-за реформы пенсий. Ну понятно там подписи собираются, понятно еще что-то. Все это происходит исключительно под чемпионат мира, когда действует запрет о проведении всяких митингов и прочего прочего прочего, и всяких прочих протестов. Очень удачно все выбрано время, чтобы слить первый, самый мощный, как обычно бывает, протестную волну в свисток. Ну посмотрим как дальше. Собственно я не об этом, кто о чем, а вшивы о бане. Первое что хотелось бы отметить, это то что деньги в стране есть, потому что за момент создания рефии определенным кругом лиц, не вговаривающим, букву «Р» вывезено было из страны триллионы долларов. Я не о них плачу, нет. Я о том, что вот эта вот вся мразота, да, она сейчас здесь в стране, и нужно вывозить сейчас не ресурсы из страны, а вот эту вот группу лиц вывезти из страны нахер, в один самолет посадить и вывезти. И будет у нас счастье, потому что после этого деньги будут хотя бы в стране задерживаться. О ком я? Вот об этой мразоте. Вот они все, соколики сидят. Но этого, кстати, уже приземлили. Вором оказался. Первое. Второе. На фоне вот этого вот повышения пенсионного возраста, мразота, а вот та самая, которую нужно посадить в самолет и вывезти из страны, она перекачивает. Ну вот этим летом, я так понимаю, 380 миллиардов еще загонят. Баксов на поддержание Федеральной резервной системы США. Я так понимаю, это мы дань платим, да? Ну и третье, на что хотелось бы обратить ваше внимание, это на то, что число людей с пенсионным возрастом, оно не просто так увеличено. Несмотря на то, что в 90-е годы эта группа лиц активно вымирала, недоедали, нервничали, просто их убивали за квартиры. Ну как-то дожили до этого времени. Так вот, речь не об этом. Речь о том, что даже с учетом того, что количество населения уменьшилось значительно, даже с учетом того, что количество пенсионеров уменьшилось, а вот внутри населения расклад такой, что пенсионеры приросли. А это значит, что сильно просела рождаемость в 90-е годы. Сильно просела. В эти, как говорит Наина Ельцина, святые 90-е. Я рекомендовал бы Наине Ельциной спросить у неродившихся детей, насколько они святые эти годы. Ну и с учетом того, что, напомню, была такая тварь на Притонском островке, Маргарет Тэтчер, которая не стесняясь заявляла о том, что россиянских должно остаться не более 15 миллионов на всю страну. Ну вот, это был план, который без выстрела сработал, и который уменьшил население нашей страны именно в той части, которая сейчас должна была бы у нас быть, а ее нет. И вот эта вот маразота, она не только во вне страны, она еще и внутри страны. Ее бы посадить на самолет и вывезти нахер. А если честно, я бы этот самолет еще бы и приземлил принудительно. Что делать? Но я в своих видео неоднократно говорил, что делать. И говорю, что делать. Только же вы будете стонать, а делать ничего не будете. И таким образом мы попадаем на четвертую проблему, собственно говоря, которая и есть корень всего того, что у нас сейчас происходит. Каждый народ, я повторяю, каждый достоин тех, кто его имеет. Не хотелось бы говорить эти все слова, но вот приходится их говорить. Братишка Рома Брехня обратился с предложением. Собственно говоря, я не стал бы делать это видео, если бы не его предложение. А предложение заключается в следующем. Вот сейчас идет вот это вот. пир во время чумы, называемый чемпионатом мира по футболу. Ну так вот, с учетом того, что все флешмобы у нас сейчас под запретом, ну подгадали так, аккурат подгадали, чтобы слить весь протест. Ну так вот, может найдется десятка-два болельщиков, которые рассядутся по трибунам с большими буквами, нет повышения пенсионного возраста. Может быть найдутся хотя бы 20 человек, которые вот так вот проявят свою позицию. Не найдутся. Но по крайней мере я попытался. На этом доклад закончил. Всем добра.